Немного не мало, 50 лет назад героиня нашего сюжета Лидия Романович впервые зашла в здание своего первого и единственного места работы – в здание Государственного архива Брестской области. Правда, тогда, в 1966 году, выглядело оно иначе, и спектр работы, ее объем был совсем иным. За столь долгие годы работы Лидия Григорьевна видела, как менялось и само помещение. Оно неоднократно модернизировалось, как увеличивался документооборот, как менялись запросы и просьбы клиентов. Но каждый виток преобразований, который диктует время, требовал от коллектива и от нашей героини прежде всего уникальных знаний истории родного края, исторических фактов, которые трудно найти в учебниках и энциклопедиях. Даже если в учебнике истории какой-то есть немножко изъян, я знаю, что это было вот именно так. Поэтому интерес к работе у меня не пропал. Я иду на работу, как на праздник. Это правда, вот как шутят, а я говорю на самом деле. Я с удовольствием прихожу не к полдевятому, даже к восьми. И работаю, потому что работы много, запросов много. Состав и содержание документов, его просто невозможно постичь, все изучить. Иногда заголовок не отражает содержание всего документа. Ты открываешь, а там находишь какой-то документ. Для меня они все абсолютно документы представляют ценность. И можно написать статью, можно рассказать студентам в лекции, отразить какие-то. Это без прошлого нельзя. Им жить прошлым нельзя, но и помнить его обязательно нужно. Несомненно, знать историю должен каждый в большей или меньшей степени. Человек решает сам. Лидия Романович к этому вопросу относится скрупулезно. Архивные данные может воспроизвести, изучив их на четырех языках. Профессия обязывает владеть русским, белорусским, немецким и польским языками. Ведь в Брестском областном архиве находится свыше одного миллиона единиц хранения, исторический диапазон которых начинается с 1919 года. А поскольку до 1939 года XX века Брещено находилось в составе польского государства, то 40% всех бумаг составляют документы на польском языке. И только в Брестском областном архиве уже на протяжении 76 лет можно получить справку о своей генеалогии или подтверждение родства. Кстати, сегодня это весьма востребовано. Если говорить о современных запросах, преобладают подтверждение трудового стажа, заработной платы, личные сведения биографического характера. Нужно в первую очередь сохранять свой домашний архив, помнить своих предков, знать их по мере возможности, ну глубже, историю своей семьи, своего рода. Это очень интересно. И все это можно в какой-то степени найти в архиве. Я вот сколько работаю, я каждый день открываю для себя что-то новое. Без прошлого нет будущего, считают все сотрудники дружного и сплоченного коллектива. Брестские архивариусы. Без приукрашивания можно сказать, они знатоки своего дела, великие труженьки, которые к истории обращаются с почтением, только на «вы». И каждый документ, находящийся на трех этажах архива, все они ценные, поскольку хранят многовековое наследие края. Для них страничка жизни кого-то из нас, страницы жизни Берестейщины. Достаточно у нас наша работа интересная, разнообразная. Вот поэтому, и повторюсь еще раз, очень интересно, потому что каждый день сталкиваешься с архивными документами, каждый уникальный, единственный в своем роде, поэтому очень много чего можно почерпнуть. Само осознание того, что ты прикасаешься к документам, которому 70 лет, 60 лет, 50 лет, что это история, само только это осознание уже приносит удовлетворение архивисту. Они собирают и сохраняют документальные богатства страны, используя их в интересах народа и государства. Главная задача каждого архивариуса – не только обеспечить их сохранность, но и максимально приблизить документ к исследователям. Субтитры создавал DimaTorzok